Саламастар Маккур Метте Утандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня выходной день и мы хотим сегодня провести эфир «Ответы на вопросы». Ну, перед эфиром я хотел бы всем пожелать в новом году здоровья, успехов, чтобы ваша жизнь кардинально изменилась. И мы можем нашу жизнь изменить, именно мы можем изменить, не ожидая, что его сменит Назарбаев, сделать лучше. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что уже 30 лет ожидания ни к чему не привело. Должны понимать, что и нынешний так называемый президент Акаев, он уже себя проявил за полтора года, ничего не делает, только просто произнося какие-то слова, и наша жизнь в наших руках. Мы должны все это осознавать. Поэтому в новом году я желаю, чтобы та часть наших граждан, которые все еще спит, или которые говорят «Шукур Тауба», или которые говорят, что мы ничего не можем сделать, от нас ничего не зависит, чтобы они в конце концов проснулись и осознали, наша жизнь зависит только от нас. И все изменения, которые будут в новом году, они не придут в результате каких-то милостивых решений нашей политической верхушки во главе с Султаном Назарбаевым. Все эти изменения грядут только тогда, когда мы начнем действовать объединенными усилиями и добьемся смены этого политического строя. Так что, уважаемые друзья, всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году наша жизнь изменилась. Сегодня ряд вопросов поступило. Я выбрал среди многочисленных вопросов наиболее, скажем, относительно интересный, потому что очень много повторяющих вопросов, на которые я уже в течение трех лет отвечал. Например, не могли бы вы двумя фразами сказать, что за программа демократического выбора Казахстана. Например, так звучит. Ну, конечно, я могу сказать двумя фразами, что все очень будет круто. Ну, я думаю, что это не сильно рассказывает и раскрывает суть наших программ. И я выбрал те вопросы, которые, наверное, сейчас действительно злободневны. Итак, первый вопрос. Что вы ожидаете, что будет с экономией Казахстана в следующем году? Станет ли легче? К сожалению, уважаемые друзья, в следующем году легче не будет, потому что в этом году был серьезный кризис в Казахстане и падение экономики прогнозировали на уровень менее 2%. Уже сейчас на самом деле ясно, что падение только по официальным данным около 4%. Но, чтобы вы понимали, мировая экономика, ну, например, европейское сообщество оценивает, что падение будет минимум 8%, в Англии минимум 12%. Поэтому вы понимаете, что если такие развитые страны говорят о падении на уровне 8-12%, а в Казахстане не может быть 4% или в России тоже так заявляют, что падение экономики будет порядка 4%. Что такое 8-12%? Вы помните, наверное, 91-92 год, это когда был развал Советского Союза. Так вот, я вам скажу, что тогда был уровень падения экономики приблизительно на уровне 8-10%. Вот, собственно, тогда были проблемы с получением заработной платы, были отставания и масса-масса проблем. Сейчас, конечно, экономика качества сильно изменилась, но суть в том, что вот такого рода падение экономики приводит к сложнейшим проблемам. Вот я хотел бы коротко озвучить их. Ну, представьте себе, что в этом году вы не имели работу, вас то отправляли на карантин, то отпускали, ваше предприятие то работало, то не работало, многих из вас сократили, соответственно, у вас были займы в банках, ипотечные, потребительские и так далее. И, собственно, сейчас находятся ситуации, когда вам сложно эти кредиты погасить. Вы использовали накопленные запасы какие-то, у кого какая возможность была, кто-то гасил, кто-то занимал у друзей, еще что-то делал. Ну вот, и сейчас ситуация такова, что в следующем году многие из вас уже будут не в состоянии погасить эти кредиты. Сейчас банки показывают серьезные проблемы, клиенты не гасят им кредиты, а в следующем году, конечно, это еще и больше обострится. Соответственно, то, что я прогнозировал о больших проблемах банков в системе, они уже сейчас созданы, просто более скрытые, потому что правительство приняло решение, что они вот эти потери могут как бы переносить и оформляться соответствующим образом, что они в балансе еще не отражаются. Поэтому, на самом деле, ваша жизнь реально уже в следующем году будет очень напряженной, потому что к вам будут стучать коллекторы, требовать возврата кредитов. Вы знаете, что сейчас мировой рынок на спрос на сырье существенно упал, а наша страна сырьевая, и поэтому, с учетом того, что цены достаточно низкие на мировых рынках, то понятно, что в нашу страну будет меньше валюты поступать. В общем, одним словом, безработица, банковский кризис, недиверсифицированная экономика, потеря работы, рабочих мест, все это будет нарастать в следующем году, потому что в этом году как-то, что называется, кто как перекрывался. И если кто-то возлагает большие надежды на вакцину, то они ошибаются, потому что, собственно, сама вакцинация – это длительный процесс, и даже развитые страны, Европа и Америка, маловероятно, что они в следующем году смогут реально провести тотальную вакцинацию, а тем более это невозможно и в нашей стране. И поэтому, собственно, развитие коронавируса, и его еще по-серьезному не остановили, и следующий год, к сожалению, будет плохой. Но на самом деле, что я могу еще сказать, что у нашей страны действительно огромные возможности, есть действительно валютные резервы, у нас очень сильные и мощные запасы природных ресурсов, и на самом деле в нашей стране возможности для роста огромные. Ну, представьте себе, что мы только фактически добываем сырье, и, собственно, эти деньги вырученные тратим в торговых центрах типа Мега и так далее. В нашей стране нет реального производства, и если все это наладить, инвестировать, вы представляете, сколько рабочих мест будет, и сколько налогов будет поступать в бюджет страны, соответственно, эти деньги можно направить на развитие государства. То есть старт у нас очень низкий. Достаточно нам какие-то усилия предпринять, деньги инвестировать в экономику, а они есть в нашей стране, в год порядка 30 миллиардов крадется. Если деньги эти развернуть внутрь, даже в условии кризиса наша страна будет идти только вперед. Но с этой политической системой никаких изменений не будет, будет только ухудшение. Потому что эти люди, которые во главе нашего государства, во главе Султана Вазарбаев, где его родственники, племянники, единого рода шапроштинцы, его подельники и все прочее, они привыкли, что все эти последние как минимум 20 лет цены на нефть были очень высокими, на сырье. И они просто крали эти деньги. Они не умеют распоряжаться этими средствами так, чтобы государство формировало новые рабочие места, строило современные предприятия. Они только крадут. Ну и представьте себе, что в условиях кризиса в нашей стране что могут сделать эти чиновники. Они просто будут отбирать последние у вас. И поэтому, к сожалению, 2021 год, если мы не предпримем энергичных действий, он будет безрадостный. Ситуация будет только ухудшаться. Вы сами это видите. Идет непрерывный рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это будет происходить ускоренно в следующем году. Все это мы на самом деле можем изменить, если мы действительно проснемся и начнем действовать. Следующий вопрос. Во всех вузах и школах медицинских учреждений собирают удостоверение личности, даже всех членов семьи, чтобы голоса отдать нуратан. Ну, по сути, фальсифицировать. Что делать? Уважаемые друзья, что делать? Не давать. Эти данные являются вашей собственностью. Это личные данные, секретные. И вы не обязаны это давать. Если вы считаете, что можно жить в положении раба, конечно, вы отдадите. Но надо просто проявить гражданскую позицию, и все. Вас никто не сможет заставить. Просто упритесь, все. Но это не должен делать один человек. Это должны сделать тотальное все, и тогда власть поймет, что это мы не можем сделать. Вы все должны понимать, что власть беспредельничает, нарушает закон, ворует. Только потому, что мы это им позволяем делать. Мы говорим, что Назарбаев плохой, там такая плохой, ругаем Кулебаева. Это все правда. Но представьте себе, что если в стране будет разгул преступности, мы будем сидеть по квартирам, ныть и все, и не будем с этим бороться. Что они сделают? Они завтра придут к вам в квартиру, и просто будут пинком открывать двери и вытаскивать все ваше имущество. Поэтому, если говорить о этих данных, просто не давайте, и все. Просто не давайте. Но сейчас же происходит, что люди добровольно, они боятся своего руководства, сказать, а слушай, а какое ты имеешь право, может тебе ключи от квартиры дать, может тебе мою сберегательную книжку отдать, доступ к моему банковскому счету, кредитной карте, что ты еще хочешь. Какое отношение это к тебе имеет? Вот и все. Это должно быть тотальное отношение, такое тотальное требование. Вот я отвечаю на вопрос, что делать. Третий вопрос, у меня здесь спрашивает, такой веселый вопрос, как-то скучно без Дариги Назарбаева, куда она девалась? Ну, наверное, многие из вас просто не следят за политическими событиями. На самом деле, 10 января будут парламентские выборы, и Дарига Назарбаева вошла в партийный список от партии Нур-Атан, и Назарбаев планирует ее назначить сначала депутатом, а потом Можилис предполагает, что проголосует, и она станет председателем Можилиса. Вот, собственно, вот такая вот идея. Вы меня спросите, а для чего ей становиться председателем Можилиса? Недавно она была председателем Сената. Что такого произошло в семье? На самом деле, у Назарбаева особо выхода нет. У него нет более-менее относительно других членов семьи, подготовленных людей, своих близких родственников, которым бы он передал власть. А то, что он власть будет передавать только членам семьи, это очевидная вещь. Это все, надеюсь, понимаете. Поэтому сейчас у него два направления, которые он будет реализовывать. И какое из них будет реализовано, зависит от нас. Дадим ли мы это сделать или нет. Первый. Дорога приходит в парламент, становится председателем Можилиса. По конституции это человек, обладающий статусом, третий по значению. Первый президент, второй председатель Сената, третий Можилис, четвертый премьер-министр. Итак, если президент по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, то исполняющим обязанности становится председатель Сената. Если председатель Сената отказывается или не может исполнять эти обязанности, президент, точнее, страны становится председатель Можилиса. Как вы понимаете, что эта конструкция предполагает, что в следующем году, скорее всего, это будет первое полугодие, Такаев откажется от власти, сошлется на то, что ну вот он устал, называется мебель, начал трескаться. И тогда председатель Сената откажется от власти, скажет, что он еще неопытен, молод и так далее. И, соответственно, президентом страны исполняющей обязанности становится дорога. У нее еще останется период, она может быть исполняющей обязанности президентом еще четыре года. То есть, фактически, тот период, который предполагался, что будет Такаев, станет Дариган Азарбаевым. Потом немножко поработает и, например, через полугода или через год объявят досрочные президентские выборы и очередная фальсификация итогов выборов на президентских выборах, и она становится президентом на пять лет. Вот это первое направление, куда в первую очередь направляет свой замысел на султан Азарбаев. Вторая версия, но это не версия, а второй путь, он наименее реалистичный. Я сейчас объясню, почему. Потому что предполагается следующий путь, что Дариган становится председателем Мажелиса, потом Сенат ликвидирует его как ненужный орган и создают однопалатный орган. И у нас будет один парламент, Мажелис, будет президент, будет правительство и будет парламент. Вот, собственно, именно поэтому проводятся выборы парламентские 10 января. И тогда что предполагает сделать султан Азарбаев? Однопалантный парламент, Мажелис, без Сената. Председателем этого Мажелиса становится Дариган Азарбаева. И все назначения на должность премьер-министра, министров и все ключевые назначения, включая даже назначение Акимов областей, будет утверждать парламент. Соответственно, председателем парламента будет Дариган Азарбаева. Но, соответственно, ряд важных функций у президента должны быть отобраны, будут изданы специальные законы, которые ограничат полномочия президента, он будет исполнять только представительские функции. Собственно, у него сейчас тоже самые представительские функции, он может юридически назначить своим указом только Акимов районов. Но вы знаете, что если Назарбаев ему скажет не назначай Касм-Жамар, он не щевельнется. Ну, собственно, даже юридически они хотят его превратить в позицию мебели. Почему эта версия и вообще путь будет мало реализуем? Потому что здесь вообще это ненадежная конструкция получается. Относительно того, чтобы она стала просто президентом вместо Атакаева, это более надежный путь для Назарбаева. Ну, представьте себе, она председатель партии, дорога будет, председатель партии Нуратан, парламент вроде все контролируется, но теоретически возможен вариант, что депутаты между собой сговорились, взяли ее с должности председателя Можилиса, сняли большинством голосов и все, нет Дориги. Понимаете, да, как это неустойчивая конструкция быть просто председателем парламента, возглавлять партию Нуратан, ну, там теоретически возможна ситуация, депутаты возьмут и проголосуют против нее. Конечно, на практике это трудно реализуемо, но теоретически это может быть. И поэтому такая возможность, конечно, им не нравится, членам семьи Нуратана Назарбаева. И реалистично они будут продвигать Доригу на позицию исполняющего президента, а Такаев откажется от должности президента в первом полугодии следующего года. Ну, максимум в следующем году осенью. Ну, Назарбаев уже более 80 лет, и, конечно же, и он, и члены семьи беспокоятся. В таком возрасте события могут наступить неожиданные, он может покинуть этот свет, поэтому он должен передать власть вот сейчас, что называется, немедленно, он и так уже затянул. да, следующий год очень сложный, и всегда можно делать крайним кого? премьер-министра. И, значит, конструкция будет следующая. Президентом страны станет Дорига, премьер-министром у них по плану поставить Карима Масимова, председателем комитета национальной безопасности поставить племянника на султана Назарбаева Самат Абиша, и получается очень такая конструкция. Карим Масимов, который дважды был примером, отвечает за экономику, если в экономике будет плохо, его просто сбросит и поставит другого примера. Ну, собственно, Мамина нынешнего, Оскара Мамина, он, видимо, так и использует. На него спишут все проблемы, которые существуют в экономике в следующем году, скажут, он виноват, все спишут, и на его место придет Карим Масимов. А чтобы Карим Масимов был под прицелом семьи, лишние движения не делал, племянник Нусултана Назарбаева, Самат Абиш, становится представителем Комитета Национальной Безопасности, министр внутренних дел, генеральная прокуратура, будут везде люди Нусултана Назарбаева, которые, если кто-то неправильно будет двигаться и сопротивляться, они будут арестованы этими силовыми структурами. Вот, собственно, какая конструкция готовится нам в следующем году. так что, кто говорит, что куда эта хромая курица дорога подевалась, вот она, и в следующем году будут интересные события, будет активная политическая борьба, ну, и от нас зависит, сможет ли Нурсултан Назарбаев реализовать два направления. Первый, назначить ее президентом, второй, просто председатель Мажелиса, у которого все властные рычаги назначение премьера, назначение Акимов и так далее. Но второй путь, он тоже плохой для нас. Для нас все пути плохие, все, что не делает Назарбаев, все плохо, поэтому все зависит от активности нашей 10 января. Если 10 января действительно десятки тысяч людей выйдут на протесты, будут возмущены массовыми фальсификациями, это, безусловно, приведет к столкновениям с властью, а мы об этом еще отдельно откомментируем, поговорим. И наша задача 10 января сменить. Если мы затянем, будем ситуацию, будем продолжать как в Белоруссии, то, конечно же, будут санкции, политические санкции против режима на султан Назарбаева. В любом случае режим пойдет. Но позже наша задача поменять режим 10 января, чтобы у Назарбаева не было никаких возможностей поставить Даригу, продолжать тот курс, который сейчас уже 30 лет развивается, а именно воровство, грабеж страны. Вот, собственно, куда дело с Дарига, я на него отвечаю. На этот вопрос. Следующий вопрос. Все голосуем за партию Акжол против Нуратана. А как поймать человека, члена комиссии избирательного участка, который после окончания голосования забирает урну с бюллетенями и поставит вместо него вторую урну с голосами в поддержку и в пользу Нуратана? Уважаемые друзья, но на избирательные участки имеет право прийти 12 миллионов человек. 12. По прогнозам говорится, что якобы придет 6 миллионов. В любом случае придет ли 6 миллионов, придет ли 12 миллионов, это огромная масса людей. Кто будет на избирательных участках? Максимум 10 человек, членов избирательной комиссии и 2 полицейских. Ну пусть 15. Но что они могут сделать? Что значит они вам запретят? Вас тысячи. Вы знаете, что они мошенники этот режим. Вы знаете, что ваши голоса крадутся. Вы знаете, между прочим, что те, кто участвует в фальсификации, они являются преступниками и по закону есть наказание. до 4 лет тюрьмы. И поэтому полицейские, которые будут прикрывать это похищение голосов, воровство, они становятся преступниками. Члены избирательной комиссии, эти учителя или представители тех или иных партий типа Нуратан, они тоже преступники. Поэтому я снова и снова хочу сказать следующие слова. До тех пор, пока мы будем позволять этой власти безнаказанно красть, делать что угодно, это и будет продолжаться. Поэтому как могут десятков тысяч людей не пустить на избирательные участки? Как? Это невозможно. Надо приходить, требовать. Есть общественные наблюдатели, которые будут заходить. Я вам так скажу. Вот здесь, во Франции, решили принять закон, который запрещает фотографировать полицейских на этих митингах. Ну, типа цели безопасности. Что произошло? Я вот здесь живу несколько лет, я был просто поражен. Несколько десятков тысяч людей собрались, вышли на площадь, разнесли центральную площадь, разбили машины, вышли десятки тысяч на протесты, били полицейских. Да, так было. Все. Закон Анатозман. Это демократическая страна. Здесь, когда кто-то говорит, что ой, в этих демократических странах никто никого не преследует, не сажает тюрьмы, не стреляет. Знаете, почему они это не делают? Потому что они не могут. Только один какой-то закон против народа попытаются принять, их просто придут и разнесут. Разнесут вместе с их кабинетами. Поэтому люди, представители, которые выполняют властные полномочия, они боятся своего народа, они работают на народ. Они не только боятся, они представители народа. Если кому-то в голову приходит затея, а давайте мы там такие законы примем, которые народ не воспринимает, люди просто выходят на митинг. Притом, имейте ввиду, что у них есть возможность подавать суды, массу других механизмов воздействия. Они действуют очень просто. Резко собираются и выходят на массовый митинг, и полиции не в состоянии сопротивляться. Их просто бьют. Вместе с теми, кто придумал эти законы против народа. Мгновенно эти законы отменяются. Поэтому, когда кто-то говорит, вот у нас там режим вот такой плохой, он плохой ровно настолько, насколько ему позволяют. Вот мы позволяем ему красть, на голову садиться, пытать. Они это и будут делать. Поэтому, что делать на избирательной комиссии, если вас не пускают. Просто заходить, просто требовать, просто этим учителям говорить, вы участник этих преступлений, идите в уголочке сидите, не надо подделкой заниматься здесь. Тогда все будет нормально. Что сделать там какие-то 10 человек против тысяч и сотен? Ничего. А если мы будем молчать и будем бояться, говорить, что вот там какая-то учительница, соучастница этих фальсификаций вам сказала, ну-ка выйдите, я побежал, ну вы как, даже дети такие вещи не делают, они не подчиняются, да? Поэтому надо за свои права бороться, тогда ничего и не будет. Следующий вопрос. Многие говорят, что вы не проявляете свои позиции по Прониканного, который сказал, что Казахстан получил землю в подарок от России. Почему вы молчите и боитесь Путина? Ну, уважаемые друзья, во-первых, еще в июне, когда Путин произнес слова насчет подарка, я достаточно резко выступил и откомментировал заявление Путина. Вы можете посмотреть в ютюбе, например, я сегодня просто забил какие-то слова и вышел линк с ютюба Привет Политик. Есть такой вот аккаунт в ютюбе Привет Политик и на моем на канале в ютюбе Мухтар Аблязов. И там вот только вот на Привет Политик полмиллиона просмотров. Ну, и на моем канале тоже. Там был очень четкий ответ Путину. Я и истории сказал, и что на самом деле, кто уходил с каким подарком. Поэтому, конечно, смешно говорить, что Мухтар Аблязов там Путина боится. Теперь, что говорить, если комментировать некого депутата Российской Думы Никонова, Федорова. Слушайте, я эти имена даже не знал и вы не знали. О чем это говорит? Это никакие там не депутаты, никакие политики, это вообще шестерки Путина. Они вообще никто. Они винтики, которых использовал этот режим. Притом, не только Путина. Вы все должны понимать, что такого рода заявления, они всегда делаются в канун важных событий, которые происходят в Казахстане. И при этом эти события происходят в результате сговора, сговора между Нурсултаном Назарбаевым и Путиным. Ну, например, Путин обеспокоен, что в власти в Казахстане может прийти демократическая партия или демократическое движение, демократический выбор Казахстана, который заявляет, что в одной из своих программ, как только демократический выбор приходит к власти, мы, безусловно, выйдем из Евразийского союза Путина, потому что этот союз выгоден только лично Путину. И нам такой союз не нужен. Конечно же, Путин не заинтересован, чтобы пришли новые люди в совершенно новом виде развития страны. Здесь нужно Назарбаеву помочь, и они между собой договариваются. А давай, Владимир Ильич Путин, дай нам своих шестерок, пусть они что-нибудь вякнут в сторону Казахстана, типа это наши территории. И все начинают вокруг этого возмущаться, на каких-то собачьих Путина бросаться. Зачем это же все делается Назарбаевым и Путиным, для того, чтобы какая-то часть нашего общества была напугана, что оказывается, если режим поменяется, то тут придет Россия и оттяпает наши территории, чтобы они молчали, не были активными и сказали, а пусть сидит Назарбаев, что называется негодяй, но свой негодяй. Первое. Второе, это идет специально отвлечение от темы выборов, от того, что мы намереваемся 10 января вывести на улицу огромное количество людей и добиться смены этого политического строя. И поэтому такого рода отвлечения они приводят к тому, что люди начинают думать не о выборах, не о том, что нужно голосовать за партию Акжол, чтобы отобрать голоса у Нуратана и снести этот режим. Они начинают комментировать про какие-то шестерок, какой-то Никонов, Федоров, которые вообще никто ни в России не знает, ни Казахстан не знал, а теперь видишь ли, они стали известными. В сторону этих шестерок Путина, этих клоунов, эти самые настоящие клоуны, которые вообще непонятно откуда вылезают, что-то вякают, это не их дело. Вы должны для себя решить и понять, что с 91-го года Казахстан независимое государство и всякие там Никоновы и все прочее, на них не надо обращать внимания и не радоваться, что МИД Казахстана ноту протеста вручил, там кто-то что-то сказал. Это отвлечение, запугивание и отвлечение от итогов будущих выборов. Поэтому в сторону этих шестерки клоунов Путина. Следующий вопрос. Вы призываете на митинг 10 января в день выборов, но у нас очень холодно. Вы думаете, люди выйдут на улицу протестовать? Я в принципе проводил недавно прямой эфир и сказал уважаемые друзья, что тут у нас люди тысячами выходят, чтобы ковер стоимостью максимум 100 долларов бесплатно получить тысячи людей. 10 января у нас перед нашей нацией стоит выбор кардинально изменить нашу жизнь, выгнать и арестовать эту политическую верхушку во главе с Насултаном Назарбаевым. Наши доходы в резко несколько раз увеличатся. У нас будет свободная страна. Бюджет страны увеличится минимум в два раза. Все эти программы являются реальностью. Еще ни один человек не нашелся и не сказал, что все это нереализуемо. Потому что вы все прекрасно знаете, мы в течение последних двух лет публиковали массу данных, которые показывали, что ежегодно минимум 30 миллиардов долларов утекает в карманы этой политической верхушки и стоит выбор. хотите ли вы бесплатное образование, здравоохранение, чтобы ваши дети до 7 лет включительно получали пособие до 40 тысяч тенге. Желает ли более 2 миллиона пенсионеров получать дополнительную пенсию от 150 до 200 тысяч тенге к существующей пенсии. Масса всяких изменений произойдет сразу. У меня спрашивают, значит ли, что правительство ДВК приходит к власти и на следующий день эти реформы будут внедрены. Я по этому поводу говорил, что эти реформы будут внедрены буквально через 2-3 месяца. Почему? Потому что для того, чтобы заработная плата резко была увеличена, нам нужно принять соответствующие законы. Для этого нужен парламент и существующий парламент Нуратановский мы должны разогнать. Это уйдет несколько месяцев, чтобы пришли новые депутаты. Ресурсов в стране достаточно и вы понимаете, 10 января, если мы действительно объединяемся и меняем этот режим, жизнь миллионов всех граждан страны кардинально изменится. И о чем мы говорим? Что видите ли холодно, потом видите ли жарко, дождь идет, так в этом дожде или в жаре или в холоде вы будете опять же жить нищими, бесправными, без какой-либо перспективы, у вас выбор. Или 10 января, независимо от того, какая погода, выйти, снести этот режим и кардинально изменить то, что мучает вас десятилетиями. Многие из вас родились вам по 30 лет, это тот период, который Назарбаев во власти и все эти годы у вас была безрадостная жизнь. Более того, сейчас целый поколение людей у меня спрашивает, а разве бывает образование медицина бесплатное? Как это так? Ну, я вам скажу, что вообще все 90-е годы у нас образование и медицина вообще были бесплатными. Да, параллельно где-то существовала платная медицина и платная система образования. Но это было бесплатным всегда. В Советском Союзе было. А я вам так скажу, например, в Европе государственное образование бесплатно, во всех развитых и средних странах европейских. Бесплатное. Чтобы вы не думали, не говорили, что как так бывает, бесплатно только сыр в мишеловке. Нет, уважаемые друзья, именно так. Поэтому все это может быть и будет. И, конечно же, соответственно, вы для себя должны решить выходить 10 января на этот митинг, участвовать в массовых протестах, голосовать за обжол и, соответственно, сносить режим. Ну, при чем здесь погода? Вот, вот так надо действовать, если вы хотите действительно свою жизнь изменить, вариантов нет. Следующий вопрос у меня спрашивает, что будет с провластными журналистами, телеведущими после смены режима? Вранье Назарбаев про то, как был, он был впереди колонны в 86-м году, вы помните, да? И у меня спрашивает, не будут ли эти журналисты так же, когда поменяется власть, тоже будет рассказывать, врать, что они боролись против этого режима и всегда были против. Вообще, если в 86-м году Назарбаев мог соврать, что он якобы шел во главе колонны протестующих, потому что в то время не было интернета, не было телефона, но с другой стороны, там были тысячи свидетелей, но тем не менее он пользуясь тем, что в то время не было всех этих коммуникаций, он человек, который участвовал в разгроме, в репрессиях тех, кто вышел в 86-м году, умудрился написать в книге без правых и левых, что он шел во главе колонной. И конечно я понимаю, что у вас есть обеспокоенность, что эти журналисты завтра будут говорить что-то такое. На самом деле у меня очень простая позиция, мы должны преследовать узкую политическую верхушку. Этот режим более 30 лет у власти и он так или иначе многие коррумпировал, кто-то участвовал в даче взяток и так далее. одним словом, очень много людей в этой системе погрязли тоже, потому что эта система заставляла их так делать. Поэтому я считаю, что нужно конфисковать, посадить в тюрьму. Нурсултан Назарбаева, Карима Масимова, Самат Абишева, который в КНБ, безусловно, Касымжимар Токаева, который участвует в мошеннической передаче конструкции монархического строя, передачи власти Нурсултана Назарбаева и определенный круг людей, как Булат Назарбаев, например, тот же самый Булат Утимуратов, который является кошельком Нурсултана Назарбаева, Владимир Ким. вот таких людей наберется человек 200. Вот мы должны их преследовать, конфисковать их активы в пользу государства. Что касается журналистов и телеведущих, друзья, они работали на этот режим, получали какие-то свои подачки. Если сейчас они как бы уважаемые люди, после того, как режим сменится, вы увидите, они как раз будут неуважаемые люди, они будут подвергаться, по сути дела, такой, и критике, и к ним будет очень такое презрительное отношение, я думаю, что этого достаточно, такого вида наказания, этого достаточно. Ну и потом, если они будут врать, говорить, что они оказывается были противниками режима, но сейчас же есть телефоны, видео, все это сохраняется, поэтому эти люди не смогут приспособиться при новом политическом строе, на самом деле мы сразу их разоблачим, и в новом правительстве, в новом государственном устройстве эти люди не смогут себе найти место, ну пусть работать на свободном рынке, никто их преследовать не будет, и плюс позор, и порицание со стороны общества, я думаю, это сильное наказание. Теперь мне следующий вопрос, в Беларуси на площадь вышло более 200 тысяч человек, а режим Лукашенко как стоял, так и стоит больше 4 месяцев, белорусы не смогли сменить режим, вы до сих пор думаете, что мы сменим режим, ну уважаемые друзья, белорусы 26 лет, 26 лет ничего серьезного не могли сделать, и вы сейчас видите на улицах десятки тысяч людей, да, они могли буквально в первые дни, даже не неделю, а в первые дни сменить режим, но с учетом того, что история сопротивления у них была недлинная, они не смогли выработать четкий план действий, как выработали это мы вместе с вами, и что они сделали белорусы, они сделали ошибку, да, они ходят, объединяются тысячами, научились организовываться, организовали забастовки, но они не сделали, ни главного, ни главного не сделали, они должны были прийти массой, занять резиденцию Лукашенко, все основные здания, и тогда режим бы пал, они и сейчас это могут сделать, но буквально не могут преодолеть вот свой страх и пойти на решительные действия, пример Кыргызстана нам уже несколько раз показал, что надо действовать именно так, как только собрали массу, нужно занимать административные здания, все, власти нет, Кыргызы днем начали, вечером закончили, пример есть, вот все, что я озвучивал ранее, ну, вот он, что называется, наши братья Кыргызы, регулярно нам демонстрируют, регулярно, и мы тоже так должны сделать, как только мы 10 января, тот день, когда будут на участке минимум 6 миллионов человек, выведем несколько десятков тысяч человек в каждом городе, режим падет, мы не должны не просто вывести, а занять административные здания Ахарду, здания парламента, правительства в Астане, в Алматы Акимат, телевидение, и все, власти не будет, надо действовать решительно, поэтому я хочу сказать, что в Беларуси они вот так еще не действовали, но это все впереди, но самое главное, обратить внимание, сейчас Лукашенко и вся его политическая верхушка находится под санкциями Запада, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы, никогда такого не было, чтобы тотально такие точные удары были, первые, люди массово выходят, идет неприятие режима, и очевидно, что этот режим уже не имеет никакой перспективы, он не нужен Лукашенко Путину, не нужен этот режим и белорусскому народу, и Путин сделал колоссальную ошибку, если до этого предполагала смена режима Лукашенко и было бы там относительно компромиссное руководство, которое бы имело контакты и взаимодействие как с Россией, так и с Европой и балансировало бы, но сейчас Беларусь пошла по пути Украины, Украина не хочет слышать о России ничего, фактически разорваны все принципиально экономические и дипломатические отношения, это полувоенное состояние, Украина полным ходом будет интегрирована в сторону Европы, это будет одно из ведущих европейских государств в будущем, как собственно это было с Польшей, которая тоже разорвала практически все отношения с Россией, интегрировалась в Европу и одно из ведущих государств Европы сейчас, Украина идет по этому пути. Путин сделал все, что только такие усилия, которые вытолкнули Украину из тех старых отношений, которые раньше были, то же самое происходит и Беларуси. Если часть серьезная, при том, как минимум 30-40%, белорусы были настроены лояльно к Путину к России, сейчас, после того, как Путин открыто поддерживает Лукашенко, белорусы, те, кто поддерживал Путина, они уже ориентированы на Европу. Это следующий государство, который полностью оторвется от России и уйдет в сторону Европейского Союза. Вот, собственно, ошибки Путина. Поэтому неизбежно, неизбежно Беларуси эти изменения произойдут, при том, они произойдут кардинально и очень плохо для России. Беларусь будет, как и Украина, ориентирована только на Европу. С Россией очень холодные будут отношения. Следующий вопрос. Примерно 6 миллионов людей будут голосовать, но есть ведь еще дополнительно 6 миллионов бюллетеней. Здесь имеется в виду, что 12 миллионов избирателей, предполагается, что 6 миллионов избирателей еще не придут на выборы. И не будут ли работники избирательных участков ставить птички вот на эти пустые бюллетени, когда они просто сами заполнят, поставят галочки. Поэтому вас спрашивают ваши данные, члены семей, чтобы самим заполнить эти бюллетени. Это будет считаться фальсификацией. И что мы будем делать? Я по этому поводу уже комментировал. Ну, во-первых, я сейчас пользуюсь ситуацией, хочу обратиться ко всем нашим гражданам и призвать всем прийти на избирательные участки. 10 января это историческая возможность, шанс, шанс избавиться от этого авторитарного преступного режима, который мучает нас 30 лет. Шанс. Вот представьте, 12 миллионов человек приходит на избирательные участки и мы не даем возможность этому режиму просто так дополнительно 6 миллионов бросить в бюллетени именно тех людей, которые не придут на выборы. Мы не должны давать им такую возможность. Для этого я призываю всех прийти на избирательные участки. Но представьте себе, что в этот день придет не 6 миллионов как мы ожидаем, 12 миллионов человек. Представляете, какая масса, гигантская масса будет в этот день на избирательных участках. А далее мы объявили 10 января днем протеста. И вот представляете, у 12 миллионов человек есть возможность присоединиться к протесту и просто снести режим. Никакая полиция, никакая армия не сможет остановить 12 миллионов человек или 6 миллионов человек. Потому что в крупных городах, как Астана, Алматы по 3 тысячи полицейских, в областных центрах тысячи, где-то может полторы максимум. Но я вам скажу, в Шемкенте в миллионном городе тысячи. Поэтому в областных таких крупных центрах не более тысячи полицейских. Вы понимаете, что если 12 миллионов человек придет, у этой власти не будет возможности безнаказанно подделывать бюллетени. Это первое. Ну и второе, нам нужно просто контролировать. Как контролировать? Снимать на телефон, фотографировать. Я сейчас обращаюсь к учителям. У вас нищенская заработная плата, вы как рабы, вы как лицо этого режима. Режим хочет иметь граждан таких рабов, которые знают, что они рабы, получают ничтожную заработную плату, согласны с этим. И более того, они фальсифицируют бюллетенью в поддержку этого режима, который угнетает, угнетает этих учителей бедных. Но эти несчастные бедные учителя знают, что в тот день они нарушают закон, и если режим захочет, он их сдаст, Назарбаев скажет, да это не я, это учителя подделывает, сажайте их в тюрьму. Вы хотите попасть в тюрьму? Раньше да, режим вас спасал, но если на избирательных участках миллионы людей будут вас фотографировать, миллион людей вам не дадут возможность безнаказанно полисифицировать, миллион людей на избирательных участках не будут подчиняться редким полицейским и вам учителя, все закончится тем, что Назарбаев вас сдаст показательно какую-то часть бюллетеней он скажет не, это настоящее, а вот тут они действительно что-то напортачили, вот за это мы их посадим в тюрьму. Вы хотите попасть в тюрьму на 4 года? Я думаю нет. поэтому мы здесь все должны проявить волю избирателей прийти на избирательные участки, проголосовать за партию Акжол, отобрать голоса у Нуратана, унизить Назарбаева, потому что как только Нуратан проиграет, это крах режима, потому что он говорит я Ельбасы, я лидер партии, народ меня поддерживает, когда мне кто-то говорит, а вдруг завтра Акжол сольет голоса в пользу Нуратан, это юридически невозможно и невозможно представить, что Акжол как бы выиграет и с этим смирится Нурсултан Назарбаев, это то же самое, что он добровольно пойдет сядет в тюрьму, вы же понимаете, что добровольно он в тюрьму не сядет, поэтому этот режим будет стараться тотально фальсифицировать, наша задача контролировать избирательные участки, снимать на телефоны, сейчас появилось специальное приложение, его организовал итальянский фонд совместно с Барлэком Индегазием, вы можете на телефон сфотографировать свой бюллетень, отправить по этой известной ссылке, они несколько дней назад сделали презентацию своего проекта, мы тоже поможем, чтобы этот проект был публично, известен, широко, и вот вам пожалуйста, идете голосуете, фотографируете, вы член партии Нуратан, ничего страшного, бросайте бюллетень, ставьте птичку на кжол, фотографируйте, отправляйте свои фотографии по этой ссылке, и мы будем видеть, если ваш голос украден, мы будем видеть, что его подделали, ну и самое очень важное, смотрите, уважаемые друзья, давайте мы сделаем, повторим белорусский опыт, я сейчас на ваших глазах делаю так называемую гармошку, вот представьте, что перед вами бюллетень, вы берете вот так его сворачиваете, делаете из него гармошку, и затем бросаете избирательную урну, она прозрачная, вот представьте себе, пример белорусу показывал, что вот такие вот бюллетени в виде гармошки, они заполняли собой урну избирательную, и там было видно, что практически все бюллетени в виде гармошки, а значит все бюллетени в пользу партии Акжол, а за Нуратан никто не голосует, вот представьте себе, что вы все видели, были свидетелями, вот избирательная урна, и там вся урна забита вот такой гармошкой, а потом на ваших глазах открывают перед наблюдателями мешки с этими бюллетенями, открывают, а там нет вот таких вот бюллетеней в гармошку, представляете, какой скандал, поэтому давайте мы просто повторим опыт белорусов, и будем голосовать, вот, вот так вот гармошку класть, бросать бюллетень в урну, и все, и вы будете независимо наблюдая за урной, видеть с удовлетворением, что, а ведь урна наполнена вот такой гармошкой, представляете, какой ужас, какой ужас должен набудить представители избирательной комиссии, которые, зная, что все видели, что бюллетень заполнен вот такого рода гармошкой, и заменить его на другие бюллетени, они же понимают, что с ними люди сделают, минимум попадут в тюрьму на 4 года, поэтому вот, что нужно делать в тот день на избирательных участках, прийти всем, всем голосовать, вбрасывать именно в виде вот таких вот бюллетеней в кормушку, контролировать, фотографировать, свой бюллетень сфотографировать и отправить по известной ссылке, все, затем миллион выходит на улицу, режима нет, мы назначим временное правительство, затем проведем выборы в течение полугода и будут во власти те люди, которым вы доверяете, а не те, которые уже проворовались, дискретировали себя и вы их ненавидите и не знаете, как их убрать, простое решение, просто приходите, приходите все 12 миллионов человек, сколько можно страдать, ныть, ждать, каких-то чудес их не будет, пока мы все не начнем действовать, следующий вопрос, у меня пишет, а если выборы сделают не оффлайн, а онлайн, ну имеется ввиду, что дистанционный, электронный, ну во-первых, до выборов уже осталось-то всего ничего, чуть более двух недель, поэтому уже это невозможно, и выборы будут именно на бумажных носителей, бюллетеней, будут забрасывать, никакого онлайн уже очевидно не будет. Следующий вопрос, вопрос такой, по интернету гуляет информация, что в Казахстан к выборам езжает китайский спецназ, правда ли это? Если это правда, то значит ли это вторжение? И такой же вопрос, говорят, что уже прибыла первая партия китайцев спецназа в Алматы и в Астану, и что WhatsApp кишит новостями по этому поводу, что я думаю по этому поводу. Уважаемые друзья, вот эти все эти шестерки и клоуны Путина и Назарбаева, как Никонов, Федоров и так далее, как я вам говорил, делают специально, чтобы запугать вас, чтобы отвлечь, что якобы китайский спецназ тоже так же. Между прочим, когда мы озвучиваем, что объявляем масштабный митинг, все время, а вот войска вводят, а вот российский спецназ, а вот китайцы, это вас запугивает в сторону, все эти дешевые приемчики клоунские, не воспринимайте, никакого китайского спецназа не будет, ни российского, никто не будет стрелять, времена сейчас изменились, достаточно большому количеству людей прийти, мы просто сломаем режим немедленно, ничего они смогут сделать. Далее, Казахстан получил заем на борьбу с ковидом в размере 1,6 миллиардов евро, куда пойдут эти деньги, будет ли запад следить на что их используют, ну во-первых западу это и не нужно, потому что займ берет государство и сами граждане и вообще вся эта инфраструктура соответствующие следственные органы и так далее суды должны следить за неправильным использованием средств, но мы все прекрасно знаем, что и суды, и следственные органы и так далее они все находятся под контролем султана Назарбаева, поэтому поэтому конечно же во-первых запад не будет следить, а во-вторых спрашивается куда они будут потрачены на борьбу с ковидом, ну где вы видели, чтобы наше правительство, правительство Назарбаева потратило там 1,6 миллиарда евро на борьбу с ковидом, где вы видели, вы все знаете куда эти деньги пойдут, они просто придут и будут просто похищены, ну вот сейчас под домашним арестом кто сидит, министр здравоохранения, да, он как раз ответственный был за организацию мероприятий по борьбе с ковидом, вы все прекрасно знаете, что эти деньги расхищаются на уровне аптек, везде, то есть вы видели предприятие фармации государственной, как она прятала лекарства и завышали цены, ни у кого не должно быть иллюзии, любые займы, которые приходят в нашу страну, они просто расхищаются, они через тендера распиливаются, аффилированы с властью компаниями, и вообще зачем нашей стране брать займы, ну представьте себе, мы все время слышим о том, как Назарбаев хвастается, у нас там 90 миллиардов резервов и так далее, спрашивается, если у тебя, ну вот в житействе, вот представьте, вот у вас есть свободные, например, 10 тысяч долларов, они у вас в кармане лежат, вы пойдете занимать у своего соседа 10 тысяч долларов под проценты, если у вас в кармане лежат деньги? нет. Нет. А если так делает кто-то, вы на него смотрите как полный идиота. Ну и в нашем случае то же самое. Когда у государства такие резервы, зачем государству брать займ? Здесь ответ очень простой, чтобы их украсть. Любые займы, которые сейчас приходят наше государство, они так или иначе распиливаются. Другого объяснения нет. Когда у страны лежит свободно 90 миллиардов долларов, когда ежегодно минимум 30 миллиардов долларов помимо этого еще похищается, помимо этого, то любой займ это механизм украсть еще раз. И конечно же мне сразу опять зададут вопрос, что же делать? Ну мы же знаем, все хором ругаем, Назарбаева такая, всех ругаем, Акимов, все они гады, все они сволочи. Друзья, мы в конце концов должны осознать, я уже в начале своего выступления говорил, что они крадут ровно столько, сколько мы им позволяем. Они берут ровно столько займов, чтобы их украсть. Они вас держат нищете ровно столько, сколько вы это терпите. Одним словом, наша жизнь в наших руках, судьба нашей страны, судьба нашей семьи в наших руках, не Назарбаева, в наших руках. И нам нужно прекратить все время их ругать, нужно ругать себя, нужно вставать с диванов, и у нас есть возможность объединиться 10 января, пойти проголосовать за партию Ахжол, выйти на митинги, места сбора нами объявлены, и в тот день просто надо прийти и снести режим. И все, все поменяется в один день, не стоять, с флажками не махать, не ходить, собрали массу, зашли в Акимат, и зашли в здание правительства, Ахарду, нас будут десятки тысяч, и нету этого режима, нету, вы поймите, вот так мы можем изменить свою жизнь, а так мы все время бесконечно будем обсуждать их наряды, многомиллионные, которые они выставляют в инстаграм, вообще не боясь, их дома, которые вот сейчас Азоттык опубликовал почти на миллиард долларов, никто звуку не издал, мы будем читать в Форбсе и читать, что самый богатый человек Тимур Кулебаев в состоянии 7 миллиардов долларов, и просто будем молчать, а если будем молчать, они будут продолжать грабить, и все, вот так вот и будет, поэтому все эти вопросы, куда пойдут займы, ответ простой, они будут красаться, до каких пор, до тех пор, пока мы себе не скажем, что это наша страна, это наше государство, мы не позволим это сделать, мы не будем говорить себе, что от нас ничего не зависит, потому что это слова импотентов, это слова тех людей, которые не могут построить ни свою личную жизнь, ни семьи, ни государства, нам нужно очнуться, 10 января выйти и сломать этот режим, с наступающим Новым Годом, Алга, Казахстан! Казахстан!